Здравствуйте! Это программа «Точка зрения». У меня растут года, будет и 17, где работать не тогда, чем заниматься. Стихи Владимира Маяковского наверняка сейчас витают в умах 11-классников, да и 9-классников, которым предстоит определиться, куда идти дальше, учиться, работать. И сегодня в нашей программе «Точка зрения» мы решили поговорить с теми, кто школьников, бывших школьников, будущих студентов определяет и помогает им вступить на этот путь, выбрать профессию, выбрать дело по душе. Сегодня у нас на связи из Мурманска Светлана Ростиславовна Деркач, ректор Мурманского государственного технического университета. Светлана Ростиславовна, здравствуйте, я приветствую вас. Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, уважаемые телезрители. Да, Череповчане приветствуют вас. Светлана Ростиславовна, вот я задал уже такую тему нашего разговора. Вы, как никто другой, общаетесь с молодежью, с нынешней молодежью, которая приходит к вам. С какими чаяниями они приходят и что сейчас интереснее? Вот мы же замечаем то, что в этом году интерес к поступлению в высшее учебное заведение, ну, во всяком случае, в Вологодской области, он несколько упал. Скорее всего, что молодежь выбирает работу или какие-то рабочие профессии сразу, а не тратить время 4 или 5 лет на высшее образование. Ну, вы знаете, я бы не совсем с вами согласилась, все-таки молодежь сейчас вся, она настроена на то, чтобы учиться после окончания школы. Но я могу согласиться с тем, что в последние годы вырос очень авторитет среднего профессионального образования. И в состав нашего Мурманского государственного технического университета входит колледж. И поэтому мы видим, что с каждым годом количество желающих получить именно среднее профессиональное образование, оно вырастает. И уровень аттестатов, с которыми ребята приходят в наш колледж, он тоже все выше и выше. То есть средний балл этих аттестатов повышается год от года. Но я бы связала это с тем, что, как показывает практика, именно специалисты со средним профессиональным образованием, они очень востребованы работодателями. И в нашем регионе это хорошо видно. Ну, а не получается ли так, что высшее учебное заведение, все, можно закрывать и сокращать количество бюджетных мест, количество вообще мест? А мы наоборот, сейчас вот как-то и правительство говорит о том, что нужно увеличивать места. Ну нет, ну конечно нет. Конечно, высшее образование, тем более, если говорить о нашем университете, то это техническое образование, оно будет востребовано. И специалисты с хорошим образованием, они нужны сейчас, и особенно у нас на севере, потому что мы знаем, что одним из приоритетных направлений сейчас является освоение Арктики. Поэтому грандиозные проекты реализуются сейчас в арктической зоне нашей страны, Российской Федерации. И, конечно, туда нужны очень образованные, технически образованные люди. И поэтому ребята, которые к нам приходят в большинстве своем, они очень мотивированы на получение хорошего образования. И многие из них видят перспективу там, где они будут работать. Скажите, пожалуйста, а какие специальности у вас больше всего востребованы? Ну, вы знаете, мы являемся морской образовательной организацией. И поэтому одно из приоритетных направлений, по которому мы готовим специалистов, это специалисты для работы на флотах, на транспортных флотах и на рыбопробословых флотах. Поэтому вот эти специальности, они по-прежнему являются востребованными, к сожалению, не в такой мере, как это было в те далекие советские годы. Но сейчас востребованность возрождается. И я хочу сказать, что вот, например, на такую специальность, как судовождение, мы в этом году почувствовали очень большой интерес со стороны иностранных государств. Вот таких государств, как Северная Африка. И у нас ребята приехали учиться и получать эти специальности. Еще я бы, конечно, сказала, такие направления у нас в регионе – это строительство, это электроэнергетика, теплоэнергетика. Это, конечно, все, что связано с логистикой, поскольку мы начало северного морского пути. И все логистические решения, которые сейчас требуются для различных транспортных компаний, для различных компаний, которые работают в Арктике, они очень востребованы. И я бы еще, конечно, сказала, такое направление, как IT-технологии, без которых сейчас трудно представить себе развитие любой отрасли. А также у нас очень востребованы такие специальности, как, например, геология, поскольку Мурманская область является одним из лидеров по развитию горнометаллургического комплекса. Вот такие направления. Ну, если IT-технологии и энергетика, в принципе, можно получить и на территории нашей Вологодской области, то вам повезло, у нас моря нет. И за морскими специальностями, конечно же, нужно ехать в Мурманск. Вот вы сказали, что к вам едут студенты из Африки. Приезжают ли к вам в Алакжане, жители Вологодской области? И какой географический состав тех, кто из других регионов России приезжает? Ну, я хотела бы сказать про ребят из Вологодской области. Если мы посмотрим на историю наших двух областей, то мы увидим, что очень много людей из Вологодской области к нам приехало в 50-е, 60-е годы как раз осваивать море. И мы очень заинтересованы в том, чтобы ребята из Вологодской области к нам приезжали, потому что мы все живем на севере, у нас одинаковые традиции и культурные, и одинаковое представление о жизни. И поэтому ребята у нас сейчас учатся, не так их много пока. Это 17 человек, 11 из них получают высшее образование, и 6 человек учатся на программах среднего профессионального образования. Очень прекрасно ребята адаптируются, очень хорошо учатся. Они живут в общежитиях, нацелены на получение знаний, на результат. И мы очень рады будем видеть ребят из Вологодской области у нас в университете. Если говорить о других регионах, то у нас есть ребята из Архангельской области, из Курской области, и даже из Ленинградской, из Южных областей, из Центральных регионов России, есть из Сибири ребята. Это если говорить о Российской Федерации. Но есть ребята и из иностранных государств. Откуда едут? Кто интересует? Кроме Африки? Мы уже это услышали. Ну вот Африка я назову, это Египет и Ордания, Марокко. Еще у нас поступили ребята в этом году, это Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. И традиционно у нас есть ребята из Белоруссии и из Украины. Больная тема всех высших учебных заведений – это общежития. Если говорить о том, что приезжают студенты, как у вас обстоят дела? На что может рассчитывать студент, если он вдруг приехал из дальнего края? У нас в университете есть общежития, и в этом году все, кто приехали к нам из других регионов, они все получили места в общежитии. Но проблема общая, я думаю, у всех университетов это не очень простой вопрос, касаемо ремонта общежитий и содержания их в современном виде. Надо сказать, что в прошлом году мы отремонтировали часть общежития, и теперь это абсолютно современные пространства, очень комфортные для жизни. И в наших планах это капитальные ремонты еще одного полностью общежития на 500 мест в следующем году. И мы активно работаем над получением такого целевого финансирования с нашим учредителем, Министерством науки и высшего образования. Очень надеемся, что у нас это получится. Я полистал ваш буклет, и на фотографиях у вас студенты в форме. Есть студенты без формы. Как происходит различие? Это кого-то в форме не обеспечили, или все у вас обязаны ходить в форме? Нет, речь как раз идет о той специальности, на которой учится наш студент. У нас есть два статуса – это студенты и курсанты. Так вот, курсанты – это ребята, которые обучаются на так называемых морских комбинационных специальностях. Именно тех специальностях, которые связаны с подготовкой ребят к работе в море. Это традиционно. Все морские вузы, которые готовят ребят для работы на флотах, они подчиняются определенным правилам, определенным рабочим программам, в которых прописано, что эти студенты должны быть именно в курсантской форме. Они несут вахты, они имеют определенный распорядок дня, который они должны выполнять, и готовятся таким образом к очень сложному, трудному, профессиональному пути, который их ждет в будущем, когда они пойдут работать именно на судно. А обычные студенты, получается, ходят без формы в обычном? Да, обычные студенты так, как и везде, а вот те ребята, которые являются курсантами, они получают бесплатное обмундирование, бесплатное за счет государства обмундирование, на весь период обучения, и они получают бесплатное питание тоже на весь период обучения. И, безусловно, они должны быть готовыми к такой форме обучения, они должны быть мотивированными, они предъявляются к ним определенные требования по состоянию здоровья, потому что они проходят очень серьезную практику, практическую подготовку на судах самых разных, включая парусные суда. И поэтому, конечно, такие ребята у нас, как правило, самые спортивные, которые затем идут работать в море. Но, к сожалению, не все идут работать в море, но большинство из них — да. Вот, кстати, куда идут, мы еще поговорим. Равно ли это, что ваши курсанты проходят уже военную службу, но в военную кафедру в понятии студентов? У нас в университете есть военный учебный центр. И в этом военном учебном центре ведется подготовка по трем военно-учетным специальностям, и они выходят как сержанты после окончания обучения в этом центре. Но обучение в этом центре необязательное, туда ребята идут по желанию, пройдя конкурсный отбор. И после окончания обучения в этом центре, да, они уже могут не служить в армии. Ну вот давайте поговорим сейчас о... Вернемся к высшему образованию. Мы живем сейчас в таком мире, что мир меняется не то что каждый год. Каждый месяц, каждый день что-то появляется, что-то исчезает. И это можно говорить о тех профессиях, которые когда-то были супер-мега-популярными, а сейчас вплоть даже до тех же юристов, они даже невостребованно их заменяют роботы и цифровые какие-то сервисы. Как ваш университет, как ваша система образования, высшего образования пытаются идти в ногу со временем, чтобы я не пришел на первом курсе и не поступил на профессию, которая на четвертом курсе у меня уже перестала быть профессией? Ну, вы поставили действительно очень актуальный вопрос, и мы постоянно об этом думаем. И если раньше действительно основой образования служило, это получение таких фундаментальных знаний, получение профессиональных знаний, и с этим багажом, полученным в университете, человек вступал в профессиональную жизнь, и этих знаний ему практически хватало на весь период работы по специальности, то сейчас время кардинально изменилось. И абсолютно правильно, даже в период учебы, профессия, которую человек выбрал на первом курсе, она меняется к окончанию этого учебного периода. Поэтому сейчас, не умаляя значения базовых знаний, которые дает университет, основная задача университета, она сводится к тому, чтобы правильно научить студента, курсанта, правильно, грамотно выстраивать свои приоритеты, выстраивать свою индивидуальную траекторию обучения, правильно ориентироваться в этом постоянно изменяющемся мире и научить человека постоянно учиться. К сожалению, это становится неизбежностью, и для того, чтобы быть востребованным профессионалом в таком меняющемся мире, необходимо постоянно учиться. И эта задача — привить эти навыки и находить те пути, которые, ту информацию, те знания, которые необходимы конкретному человеку, даже уже работающему в профессии. Вот это задача университета. Эта задача университета, она не такая простая, как кажется с самого начала, но мы выстраиваем свои образовательные программы таким образом, чтобы во время освоения этой образовательной программы наши студенты постоянно общались с компаниями, с работодателями, и работодатели участвуют в разработке этих образовательных программ, в организации образовательного процесса, безусловно, в первую очередь в организации практик, и на этом уже этапе мы вносим коррективы, которые возникают по ходу развития нашего общества, нашей экономики, нашей промышленности. Стараемся, стараемся так делать. Светлана Ростиславовна, если бы мне было сейчас 17 лет, я бы всерьез рассматривал Мурманск для того, чтобы пойти учиться. Спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо, спасибо, Евгений. Светлана Ростиславовна Деркач, ректор Мурманского государственного технического университета, была сегодня гостем нашей программы «Точка зрения». Мы говорили о том, куда пойти учиться. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова